Продолжение следует... Сколько ощущения, как говорит один политик современности, касательно Венедикта Ерофеева и главным образом его поэма «Москва петушки». Я заранее прошу вас прощения за большое количество отступлений в моём выступлении, рифма «случайно» и за ячество. Я слишком часто буду говорить «я». Начну я быстрой справкой о режиссёре, фильм которого вы посмотрите. Это Павел Павликовский, польско-британский режиссёр. Родился он в Польше, когда ему было 14 лет, его мама эмиглировала в Англию. И он рос в Англии, и, собственно говоря, этот фильм «Москва петушки» – это его самый первый фильм, а теперь он один из самых видных и известных польских режиссёров художественного кино и документального. Любопытно, почему он заинтересовался Ерофеевым, и почему Ерофеев так любил Польшу. Потому что Ерофеев, конечно, был полунофилом. Думаю, что то обстоятельство, что он крестился в католицизм, было связано не только с тем, что его близкий друг и человек, который шесть раз перепечатывал «Москва петушки», замечательный переводчик, переводчик Толкина, Владимир Муравьёв, был как раз-таки католиком. Но дело ещё в том, что Польша была католическая, он Польшу любил. И когда его спрашивали, вот ещё один интересный момент, когда его спрашивали, какой его любимый фильм, он называл фильм «Летно» Анжио Вайды. Я, во-первых, был удивлён тем обстоятельствам, где он смог увидеть эту самую «Летну». Это фильм 59-го года, один из первых фильмов Анжио Вайды, и, кажется, первый его цветной фильм. Это фильм посвящён польским уланам, которых бросили в гибельные атаки против немецких танков. И главное в этом «Летно», а так зовут «Белую лошадь». Самую красивую лошадь, ну и «Белая лошадь», кроме всего прочего. Это, с одной стороны, символ апокалипсиса, да, конь-блед. А с другой стороны, это символ Польши. Вот, и на эту лошадь всегда хочет кто-то пересесть из этого эскадрона. Причём к середине фильма становится ясно, что эта лошадь – знак гибели, потому что каждый, кто на неё садится, погибает. Тем не менее, они стараются на эту лошадь усесться. Вот, в конце гибнет весь эскадрон, остаётся один командир, лошадь ломает ногу, какой-то своё командир её застреливает, и идёт на восток. То есть идёт он к нам, в Советский Союз, то есть в Катынь. Такой фильм. И вот Венедикт Ерофеев его очень любил. И любил Польшу в том числе. Почему? У меня есть такое маленькое и странное... Давай, посвятись. Вот, у меня есть такое маленькое и странное тому объяснение. Мой батюшка, царство ему небесное, замечательный артист, он ездил по оккупационным гарнизонам советской армии, группу советских войск в Германии, Польшу, Венгрию, во всякие прочие места. Читал там всякие разные стихи патриотические. Вот. И я его спросил, папа, а где тебе больше всего понравилось? А он мне сказал, ты знаешь, Никита, больше всего мне понравилось Польша. Я говорю, почему? Он задумался и говорит, а ты знаешь, а очень такое что-то родное, что-то наше, русское. Вот такое впечатление, что на улицах Тамбова, где пивные ларьки, мужики и стоят работяги, вот на улицах Тамбова построят рыцарский замок, вот это и будет, собственно говоря, Польша. Я вдруг подумал, что рыцарский замок на улицах Тамбова или Петушков, с пивными ларьками и со всем прочим, это как раз очень хороший визуальный образ Венедикта Ерофеева. Такой вот тоже Тамбов, но только с рыцарским замком. Вот. Собственно, потом Павликовский, что интересно, следующий фильм Павликовского назывался «Путешествие с Достоевским». И если вы думаете, что это путешествие с Федором Михайловичем Достоевским, то вы ошибаетесь. Это путешествие с его прапраправнуком, вагоновожатым и большим поклонникам Владимира Владимировича Путина, который благодарил Владимира Владимировича Путина за то, что он остановил Россию от революционного распада. И этот самый мыслитель, вагоновожатый, он, собственно говоря, ездит по Европе, хочет купить себе поддержанный Мерседес. И вот всякие его встречи с самыми разными людьми. А следующий фильм тоже документальный Павликовского, который начинал с «Москва петушки» и «Венедикта Ерофеева», вообще это вполне закономерно. Он назывался по-английски «Tripping with Жириновский». Значит, переводят «Путешествие с Жириновским», потому что и в самом деле это водное путешествие с Владимиром Вольфовичем Жириновским. И его ближайшим сотрудником, фотокорреспондентом и стрингером Алексеем Островским. Губернатором потом Смоленской области было, еще что-то. Но мне кажется, что, конечно, лучше было бы перевести по звучанию. Потому что было бы не точно, не буквально точно, но вернее, треп с Жириновским. Ну, «Tripping» или «Жириновский треп». Вдохновленный общениями с двумя этими авантюристами, Павел Павликовский снял фильм прототипами, какового являются Жириновский и Островский. Этот фильм называется «Стрингер». Прототипа Островского играет Сергей Бодров. Это был, кажется, второй его фильм после печально знаменитого пресловутого «Брата». Вот. Ну, дальше я про Павликовского рассказывать не буду. Я постараюсь перейти к Венедикту Ерофееву, что вызывает у меня большие затруднения. Вот сколько про него написано. Ничего из этого я не читал, хотя должен был бы прочесть хотя бы Александра Сенкевича 750 страниц. Всё, всё, всё про... Ну, всё, что я читал про Венедикта Ерофеева и особенно про его поэму, всегда вызывало у меня чувство какой-то неловкости. потому что одно из двух. Или человек принимается, ну, как, ну, конечно, прекрасный учёный Эдуард Власов, ну, как-то академизировать этот предмет. Или он пускается в какой-то перепляс, стараясь повторить Венедикта Ерофеева, и выходит неловко. Ну, неловко получается, но вот всё тот же Владимир Муравьёв, вот так он... ну, вот так он начинает своё предисловие к «Москве петушки». Он имеет на это право ещё раз, он шесть раз перепечатывал «Москве петушки». Ну, согласитесь, что звучит как-то кокетливо через чур. Для начала, для пущей честности, для непрофессиональной искренности надо признаться, что пёс его знает, зачем и для чего предисловия пишутся. Я много их написал, а вот чем дальше, тем больше недоумеваю. Ну, странно это как-то, но если ты считаешь, что не нужны предисловия, зачем ты их пишешь? Вот, по-моему, лучшее, что было написано о Ерофееве в Венедикте, было сжато в один абзац Гидройцам, то есть Сумуэвам Лурье, «Царствие ему небесное». И самое главное, что он странным образом поймал и предка Венедикта Ерофеева, литературного, и, в общем, его, как сказать, родственника, что ли, такого странного родственника, ленинградского. Вот. Это его рецензия на книгу Дмитрия Горчева «Сволочи». Вот. Вот он пишет. «Да и подзабыли мы все, что такое искусство слова и какая от него бывает радость. Про москут и петушки когда поэма написана? Вот тут и оно». А вот дальше идет очень интересно. «Здравствуйте. Присаживайтесь. Ага. Заходите, что вы тут прям стоите, как за сватом. Тут вот полную, вот самую, заходите. Да вот поэтому он не научится мне. Не научится. Вот пять минут профессорские опоздания. И все садятся, все нормально. Вот. А так продолжаю. Продолжаю. Зачем? Ему это хорошо. Так. Проходите, садитесь. Так. Продолжаю. Предок у Дмитрия Горчева и Венедикта Ерофеева общий. Оба вышли из переписки с друзьями Гоголя, которую нашли на советской помойке, извлекли и заскли злых объедках всю в пятнах жиры и плесени. Ерофеев отмывал пафос водкой, вообще, каким попало алкоголем. Горчев перевел на язык бомжей. Очень точно. И с Горчевым очень точно, потому что он действительно странным образом близок к Венедикту Ерофееву. И не потому, что он исключительно умел материться. Надо сказать, что материться Венедикта Ерофеев очень мало. Там немного мата на самом деле. А Горчев сплошной мат. Но я вам сейчас процитирую мое любимое стихотворение в прозе, потому что Дмитрий Горчев, конечно, писал стихотворение в прозе Дмитрия Горчева. И вы согласитесь, что нечто Ерофеевское в этом есть. Поскольку вы все любители Венедикта Ерофеева и вы все филологи, то я спокойно, не очень спокойно, но все-таки употреблю сплошную ненормативную лексику. Это стихотворение в прозе называется «Пиздец». Это неправда, говорят, пиздец приходит незаметно. Это не настоящий пиздец. Видали мы таких? Выскочит из кустов, хуй покажем. Тоже, вот я какой, тоже удивил. Настоящий пиздец. Выходят торжественные сверкающие, как авианосец Миссури из Порта оф Дестинейшн, а мы по берегу нашего маловодного Брунея мечемся. А, что делать? Куда копать? Что скрывать? Чем запасаться? Или может встать на берегу моря, как Пушкин на известной картине Айвазовского, высказать волнам все свои претензии, да и застрелиться нахуй из пистолета? Ну, согласитесь, что что-то родное, да? Причем, вот, когда я цитирую это стихотворение, которое я запомнил моментально, почти как духовной жажды томим, у меня сразу ритмом запало сходу, вот, я вдруг понял ни один кусок отрывок из Венедикта и Ерофеева я запомнить не могу, а тут запомнил, я помнил, что отношения между Венедиктом Ирофеевым и Дмитрием Горчевым как это неудивительно, такие же, вы сейчас удивитесь далековатости ассоциаций, такие же, как между Варламом Шаламовым и Бабелем. Варлам Шаламов говорил, я вычеркивал из рассказов Бабеля всех этих, все эти сапоги величиной с девушек и рассказы оставались жить. То есть, Горчев, в общем, это как бы ужатый, сконденсированный, сухой, ритмизированный Венедикт Ирофеев. Потому что, опять же, запомнить Венедикта Ирофеева очень трудно. И говорить о нем трудно, потому что, почему? Сейчас я объясню, почему. Вообще, о любом сейчас говорить трудно, потому что нечто случилось, да, нечто такое случилось, а об этом нельзя говорить. Нельзя по многим причинам, ну, по причинам заложничества, я же не могу подводить порядок слов, правда, а говорить и жить так, как если бы этого не случилось, как если бы не вылезло чудище облоазорно-стоземный лай, в общем, невозможно. И это как-то вызывает некоторое неудобство. И как-то ты вспоминаешь, что все замечательные люди России Сахаров, Александр Минь, Сергей Довлатов, Венедикт Ирофеев умерли в один и тот же год, в 1990-м. Вот как будто что-то вот не дало им посмотреть на все то, чем все это закончится и продолжится, потому что конца этому не видно. А с другой стороны, если говорить о текстах Ерофеева, особенно о его поэме, это действительно поэма, то это, в общем, конечно, поэма в проозе. А по определению, поэзия – это высокоорганизованная речь, а низкоорганизованная речь, высокоорганизованная речь говорить не может, как не может говорить минерал о растении. Можно это только цитировать, как Белинский цитировал подряд, и говорить, посмотрите, как здорово. Тем более, что все-таки кое-что я из Ерофеева запомнил, и это такое вот, во-первых, его замечательную присказку «Уста не модствует». Действительно, очень часто, когда что-то происходит, «Уста не модствует». Во-вторых, конечно, вот это просто одностишее. Знаете, Сельвинский говорил, что в хороших стихах всегда первое строчка «Самое главное и самое лучшее». И в принципе уже первую строчку вжато все стихотворение. Вот. Это действительно так, я не знаю, «Алчат алкоголи алкаши». Дальше уже можно, оно хорошее стихотворение, но все равно это будет не так хорошо, как «Алчат алкоголи алкаши, им для счастья надобно немного, кроме них в районе ни души, ни души, которая полкала бога, ни души, которая полкала духа, или хотя бы похожего чего, горло мира, как пустыня суха. Хорошо посмочить его. Кстати, по-моему, вполне годится в качестве эпиграфа к Москве-педушке. Вот. Или там, скажем, семь с половиной дураков смотрели восемь с половиной. Тоже замечательное одностишье, в котором, собственно, все сказано. И вот точно такое же одностишье есть у Ерофеева, в котором, причем, самое интересное, что все, кто вспоминает Ерофеева, говорят, что имя и фамилия Ерофеевым не выдумано. Это действительно реальный человек, который работал с ним по укладке и выкапыванию кабеля. Но как замечательно все сложилось. Старый потрепанный хрен Алексей Блендяев, член КПСС 1936 года. По-моему, еще больше не надо говорить. Вот. Я скажу вам, опять же, поскольку я говорю об ощущениях, поскольку сама эта поэма, поэма в стихах, она такая импрессионистическая, и ощутительная, и, в общем, конечно, сюрреалистическая. Отсюда такое количество ее толкований и интерпретаций. Знаете, однажды я был свидетелем спора двух очень хороших и умных людей, один из которых доказывал, что в стихах о неизвестном солдате ясность ясеневая это намек на Есенина, а другой говорил, что нет, это не так. И я вдруг подумал, слушаю их спор, а может это и так, а может и не так. А кто его знает? Да Бундельштам и сам толком не знал, что он в этих стихах о неизвестном солдате написал. То же самое и Виндик Ерофеев. Кто эти четверо, кто прокалывает ему шилом? Четыре всадника апокалипсиса, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Кто их знает? Четверо и все. Ну, а вы уже интерпретируете. Вот. Поэтому, кстати говоря, такое странное впечатление происходит спутник читателя Эдуарда Власова к Виндикту Ерофееву. Потому что очень много из этих комментариев в общем необязательно. То есть, конечно, ты ну, как-то радуешься тому, что ты столько узнал. Есть только один комментарий, по-моему, который очень важен, на мой взгляд. Сейчас я посмотрю. Потому что это действительно интересно мне стало. А что же это за стихи-то такие? Я был благодарен Эдуарду Власову, который объяснил мне, что это за стихи. Вот. Это, собственно говоря, сейчас... Ах ты, черт, а я это не отметил. Вот видите, вот так вот я такой вот я нехороший. Сейчас, 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 Сейчас. Извините. Очень неловко. Так. Не то, не то, не то. Да. Да. Вот. Вот. Кучина железнодорожная, самое начало. Но сначала все-таки к ней. Сначала к ней. Увидеть ее на перроне, с косой, от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в лёжку, и пастись, пастись между лилиями, ровно столько, чтобы до смерти изнемочь. Принеси запястья, ожерелья, шёлк и бархат, жемчуга, алмазы, я хочу одеться королевой, потому что мой король вернулся. Что это такое? Я таких стихов не знаю. А он знал. И вот тут написано. Шестая страфа большого стихотворения «Сон». Мир Лохвицкой, героиня которого, королева, находится в спиритическом общении с портретом горбуна, меняющего свою внешность в зависимости от грядущих перемен ее жизни. Я к портрету, он опять смеется, злой горбун оскалил волчьи зубы, я зову, бежит моя служанка, говорю, подай мои наряды, принеси забязки, ожерелья, шелк и баркут, жемчуг и алмазы. Я хочу одеться королевой, потому что мой король вернулся. Госпожа, лепечет мне служанка, ни один вернулся повелитель, ни один с нарядной дамой. И портрет я велел повесить над твоей брачной постелью. Ну, по-моему, это замечательно, что мне так объяснили, откуда тут, собственно говоря, вот этот, вот этот, ну, Мир Лохвицкая. Вот. Когда я начал только читать Виндикта Ерофеева и увидел только его название, я немножко вздрогнул из-за названия Москва-петушки. Сейчас объясню, почему. Это нечто мистическое. Дело в том, что я вспомнил «Люди годы жизни» Ильи Эренбурга. Тот эпизод, где Илья Эренбург описывает свою встречу с генералом Власов. Генерал Власов, как известно, был очень крупным советским генералом, да, и именно его армия помогла отбросить от Москвы немцев. Илья Эренбург посвятил ему тогда восторженный очерк. И, собственно говоря, весь этот эпизод с генералом Власовым с такой интонацией написан «Как же ты, генерал, с эстетита своей свернулся? Почему я вздрогнул от Москвы петушки?» Потому что там буквально написано вот что. Послушайте. Возле Лудиной горы в избе помещался КП генерала Власова. Он меня изумил прежде всего своим ростом метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами. Война была в то время позиционной, шли бесконечные бои за безымянную высоту, за деревню петушки. От деревни давно ничего не осталось. Атаковали холмик, брали, потом отдавали. Власов говорил, а до петушков не дошли треклятые петушки. То есть до петушков не дошел и, как известно, и Венедик Ерофеев. Вот. А о том я вздрогнул еще раз, и поэтому я очень обрадовался, когда услышал, что Венедик Ерофеев сказал, что он гордится тем обстоятельством, что в Альманахе весть его повесть напечатана рядом с текстами великого белоруса Василя Быкова. Я вздрогнул, когда я прочел такое антигорьковское замечание Венедикта Ерофеева. Покажите мне место, где нет места подвигу, и я согласен там жить всю жизнь. Ну, как-то так близко. Видите, все-таки кое-что я запоминаю. Вот. Я вспомнил, как я был на одной единственной встрече с Василем Быковым, с читателями, и его спросили, как вы относитесь к героизму и к подвигу. Василий Быков поморщился и сказал, вообще-то я плохо отношусь к героизму и к подвигу, потому что героизм и подвиг это всегда свидетельство чьей-то ошибки, чего-то непрофессионализма. в мирное время, тем более, ну, даже во время войны. Мне, знаете ли, очень близко то, что сказал маршал Фош. Мне не нужны герои. Герои нужны бездарным полководцам. Мне нужны профессионалы. Вот. И вот поэтому я как-то так, да, дрогнул, когда это прочел, и очень обрадовался, когда Венедикт Ерофеев признал, что он гордится тем, что его тексты оказались рядом с текстами великого, как он сказал, белоруса. Еще одно место в поэме Венедикта Ерофеева я даже хотел выучить наизусть, потому что это, пожалуй, самое лучшее. Вот. Но вот не смог, потому что синтаксис уж очень так, замысловат. Он, конечно, глубоко барочный писатель. Хотя тоже интересно. Бродский говорил о зараженном нормальным классицизмом, а любил читать и переводил барочных поэтов 17-го века. А Венедикт Ерофеев, в общем, барокко самое настоящее. А тем не менее любимые его писатели были Россина Корнель. Извините, если я кого-то утромил. Так. И вот я прочитаю. Это большой отрывок. Ну, но это хорошо. Публика посмотрела в меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами. Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается, глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза. Девальвация, безработица, пауперизм смотрят из-под лобья с неутихающей заботой и мукой. Вот какие глаза в мире чистоканы. Зато у моего народа какие глаза. Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь, какая духовная мощь, эти глаза не продадут, ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной в одни сомнения, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все божья роса. Вот это последнее им все божья роса, это же просто пророчество. А у нас там не было. А это не мы. А чё, а чё? А у тебя боевые комары. А мы чё? А чё? Ой, какое безобразие, израиль, гражданские объекты бомбит. Какое безобразие, ты понимаешь, это что такое? Это же нехорошо. Причём эти глаза как бы они распространяются дальше уже, то есть влияние оно растёт. Ну, а где ракета-то? Ракета? Она растворилась как соль в воздухе. Нормально! То есть вот это просто, это вот, причём самое интересное, что Эдуард Власов, ну, разумеется, всякий заметит, что вот в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, это, разумеется, из Дифирамба в Синилиях, в Синилиях стихотворениях в прозе Тургенева о русском языке. Вот. Но Эдуард Власов, он процитировал, процитировал другую Синилию, другое стихотворение в прозе, но не обратил внимания, что именно отсюда те самые глаза. Это стихотворение в прозе Тургенева «Сфинкс». И он как раз его цитирует Власов в тот момент, когда перед Венитиктом Мерафеевым внезапно появляется сфинкс без головы, без рук, без ног, но с жуткой мордой. Вот. И вот тут, значит, Тургенев пишет над этой песчаной пустыней, над этим мертвым, морем мертвого праха. Высится громадная голова египетского сфинкса. Что хотят сказать эти крупные выпеченные губы, эти неподвижно расширенные взернутые ноздри и эти глаза, эти длинные полусонные полувнимательные глаза под двойной дугой высоких бровей? А что-то хотят сказать они. Ба! Да я узнаю эти черты, в них уже нет ничего египетского. Белый низкий лоб, выдающиеся скулы, нос короткий и прямой, красивый белозубый рот, мягкий ус, оборотка курчавая и эти широко расставленные небольшие выпуклые глаза, а на голове шапка волос, рассеченная пробором. Да это ты, Кар, Сидор, Семен, Ярославский, Рязанский мужичок, соотчичь мой, русская косточка. И глаза твои, эти бесцветные, но глубокие глаза, говорят тот же и так же безмолвные загадочные речи. Разумеется, это контоминация сфинкса и о русском языке. Разумеется. Вообще, что касается Ерофеева, то, конечно, какие-то удивительные у него бывали мистические, что ли, совпадения. Здесь я сделаю отступление, расскажу об одной замечательной женщине, которая была близкой подругой Венедикта Ерофеева, хотя она нигде не появляется, но она была замечательной художницей с очень интересной судьбой и женой Андрея Амальрика. Звали ее Гюзель Ковыльевна Амальрик, ученица русского абстракциониста Василия Ситникова, самостейно изучившая еще и французский язык, к тому же она хорошо говорила по-французски и в их доме бывал Ивенедикт Ерофеев. Вот. Когда Андрея Амальрик был выпинут за границу, он попал во Францию, и во Францию на встречу с ним пришел Жан-Поль Саутор, который вообще старался встречаться с любыми протестантами. Не важно против чего, важно, что они протестанты. А ну, все вы помните, конечно, замечательный эпизод из Москвы-петушки, когда Венедикт Венчика и Ерофеев встречают в Париже Луи Арагона и Эльзу Триале, а позднее оказывается, что это Жипы Сартр и Симона де Буа. Вот. И Амальрик в своих воспоминаниях пишет, что когда перед нами появился Сартр, Гюзель безумилась. она не предполагала, что такой человек есть. Она думала, что Жипы Сартр это просто выдуманный человек Венедиктом Ерофеевым. И с некоторым ужасом она вдруг подумала, так может он действительно в Париже был. Вот же он, Жипы Сартр. Я должен вам описать Жипы Сартр, чтобы вы поняли, почему так отреагировала Гюзель Амальрик. Дело в том, что во время своей крайне радикальной старости Жипы Сартр ходил в веревочных сандалях на бусу-ногу, в мятых штанах, в грязной рубашке, в очках, которые были, прошу прощения, резинка от трусов перехвачена, чтобы не свалились. Кроме того, один глаз у него, как моя бабушка говорила, смотрел в жопу. И когда Гюзель увидела такого клошара, он подумал, да вот же он, один из тех, кто в электричке. Конечно, значит, Венечка не врет. Вот был в Париже и встречался с Жипы Сартром, вот же он, встреча к нам пришел. Вот. Вот такая, значит, мне хотелось вам рассказать про эту Гюзель Ковыльевну, потому что как-то у Ерофеева с его ярым мотисоветизмом была такая запись в дневниках, что я требую памятника Деникину в каждом русском городе, чтобы каждая собака знала, что был такой Антон Иванович Деникин. Ну, сейчас каждая собака знает, что Антон Иванович Деникин был такой и был замечательный, и коммуняк рубал, но толку никакого. А вот то, что каждая собака должна знать, что была такая дочка полуграмотного дворника, внучка какого-то еретического мулы, который ходил в Каир и писал какие-то богословские сочинения, которые были признаны другими мулами еретическими, так что он их закопал. Вот. А потом этот татарин работал дворником в Москве, его дочка была очень больна, и вот случайно встретила абстракциониста Василия Ситникова, знаменитого художника, на самом деле, он научил ее рисовать, она стала рисовать, французский выучила. Вышла замуж с диссидента против воли своих родителей, потому что, во-первых, он был каторжник, то есть он уже был после отсидки, готовился в ссылку, а с другой стороны, он был не мусульман и не татарин. То есть дружба народов, конечно, цвела и процветала. Вот. Поэтому я сделал такое отступление, потому что Гюзель Ковыльна, к сожалению, написала всех своих воспоминаний. Написала она только воспоминания о своем детстве. И, кажется, вышли они всего один раз, публички есть. Да, есть. Вот. Теперь я должен сказать еще об одном ощущении от Венедикта Ерофеева. Смешно мне было его читать ровно до коктейлей. Вот. Вот до коктейлей я дочитал, а дальше... И, кстати, я слушал, как Венедикта Ерофеева читают вслух. Он вообще создан для того, чтобы читать вслух. Вот. Я дочитал до коктейлей, а все, что началось после коктейлей, у меня стало вызывать какой-то жуткий клаустрофический ужас. Клаустрофобический. Полное впечатление того, что, знаете, как, не сговариваясь друг с другом, с одной стороны, Владимир Ильич Ульянов, Николай Ленин, а с другой стороны, Михаил Ильич Меньшиков. Меньшиков это написал в новом времени, а Владимир Ильич сказал своей сестре Марии Лениншиной про палату номер 6. Такое впечатление, что я сам заперт в палате номер 6. Вот. Один в один, сказали. И крайне правый Меньшиков, расстрелянный в 19-м году, «Крайне левая ленья». Вот. Что у меня такое впечатление от этой книги. Вот то же самое стало возникать у меня после «Коктейлей». и поскольку я слушал это и вслух чтение, то меня удивляло, почему люди смеются. И на меня это произвело примерно такое же впечатление. Кстати, очень близко к этой книге произведение. У меня это произвело такое же впечатление, такую же импрессию, как когда я смотрел фильм «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. Рассмеялся я только один раз, когда вот самое начало у нас было то-то, то-то, то-то. А! Я так и знал, что мы кончим этой гадостью. Вот. А все остальное мне было жутко, а все вокруг смеялись. Вот. Дочка моя здесь смеялась в основном. Вот. И то же самое здесь. То есть ужас клаустрофобии какой-то. Того, что вот из этого круга никак не вырваться, не доехать ни до петушков, никуда. Хотя, конечно, хотя, конечно, слеза комсомолки это одно из тех стихотворений в прозе, которые с удовольствием тоже прочту. Куда же вы? Это же слеза комсомолки. Даже сам рецепт слезы благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести можно на минуту лишиться чувства сознания. Я, например, лишался. Лаванда 15 грамм, вербена 15 грамм, лесная вода 30 грамм, лак для ногтей 2 грамма, зубной эликсир 150 грамм, лимонад 150 грамм. Приготовленную таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные правды утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить по великой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперёк, но вы меня не заставите помешивать по великой слезу комсомолки. Я буду помешивать её жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают слезу не с жимолостью, а по великой. В общем, самое интересное, что Эдуард Власов посвятил жимолости по велике огромный текст. Ну, там пояснил, почему всё-таки не по великой. Потому что по великой чаще, чем жимолость, встречается в русской поэзии. И удивительно, он не заметил очень яркую по велику. Тем более, что по великой, насколько я понимаю, это народное название ломоноса. Ломоноса такая вот трава. Разрыв травой, травою по великой мы прорастём по горькой, по великой, по нашей кровью полетой земли. Павел Коган. Замечательное его стихотворение, запомненное наизусть Борисом Слуцким. Вот слезу комсомолки надо с жимолостью, потому что жимолость – это жалость, а по великой это ломонос, там, ломоноса, все эти. Первый звук хатинской воды на первым звуком жизни стал, вот это нам не надо. Ну, мало ли чего не заметил Эдуард Власов. Меня, например, очень огорчило, что Эдуард Власов очень часто в своих примечаниях цитирует раннего Илью Григорьевича Эренбурга, то есть «13 трубок», «13 трубок» просто действительно их полно в парижском тексте Виндикта Ерофеева. Вот. И Хулио Хуринита. А также он цитирует Франсуа Виона, естественно, и «Большое завещание», и «Поэтическое состязание Блуа». Ну, что за дела такие? Ведь это же не просто Франсуа Виона, перевод-то Ильи Григорьевича Эренбурга. Надо было пометить, что вообще-то от жажды умираю над ручьем, смеюсь, сквозь слезы и тружусь, играя, куда бы ни пошел, и везде мой дом, чужбина мне, страна моя родная. Это вообще-то перевод Ильи Григорьевича. И один раз он очень славно процитировал раннее стихотворение Еренбурга 12-го года, которое действительно очень хорошо входит в парижский текст Венедикта Ерофеева. Мне понравилось. И я думаю, что это тоже стихотворение подойдет в качестве какого-то эпиграфа или постграфа к Венедикту Ерофееву «Москва петушки». Вот это стихотворение. И никто не узнает, что это Иринбург. Многие даже говорят, что Ходосевич, и что это двадцатые или тридцатые годы. Это Иринбург 12-й. «Когда встают туманы злые, и ветер гасит мой камин, бреду мне чудится Россия без людей твоих равнин, моей мансарде полутемной, под шум парижской мостовой, ты кажешься мне столь огромной, столь беспримерно неживой, таишь такое безразличие, такое нехотенье жить, что я страшусь твоего величия своей жалобой смутить». Вот. Вот, значит, это я вроде как всё, что я хотел сказать касательно кстати, страх и ненависть в Лас-Вегасе, оно, конечно, такое же психотеретическое произведение, как и «Москва-петушки», они родственны, почти как Дмитрий Горчев и Венедик Терафеев, только с другой стороны. Ну вот, собственно говоря, всё, что я хотел, не мог сказать. Я не утомил вас моим сумбуром вместо музыки, но я могу сказать, подделываясь под кавказский акцент, хороший сумбур лучше плохой музыки. Я надеюсь, что он был хороший. Сколько мы беседовали, 1846. Спасибо вам большое. Теперь я с удовольствием вместе с вами смотрю в комментариях. с удовольствием. с удовольствием.